Алексей Чекуньков впервые на Улан-Удэнском авиазаводе Леонид Белых проводит небольшую экскурсию по предприятию. Министру по развитию Дальнего Востока и Арктики показывают несколько цехов, а также знакомят с новыми разработками. Это композитный биплан, который обладает уникальными характеристиками, летными характеристиками, характеристиками посадки. Мы будем бороться за то, чтобы эти продукты как служили у нас в Российской Федерации, на Дальнем Востоке, в Арктике, так и позволяли нам завоевывать мировые рынки. После показали цех сборки, а на выходе уже готовые винтокрылые машины. В ходе совещания Алексей Чекуньков отметил необходимость наличия современных летательных аппаратов как на Дальнем Востоке, так и в Арктике. Ну и арктические версии вертолётов, которые вы производите, это также очень важно. Сейчас развитие, ускоренное развитие Российской Арктики, эффективное экономическое развитие, повышение безопасности и развитие Северного морского пути невозможно без современных летательных аппаратов, таких, как вы представляете, в арктическом исполнении. Поэтому здесь мы тоже хотим всю возможную поддержку оказать. С просьбой к министру обратился Алексей Циденов. Главный вопрос на авиазаводе – это кадры. Сегодня не хватает специалистов по радиотехнике и непосредственно для авиастроения. Регион уже начал прорабатывать решения. Ведётся работа по открытию Центра Московского авиационного института на базе Восточно-Сибирского государственного университета. В соответствии с посланием президента сейчас будет дополнительная выделяется контрольная цифра приёма, выделяются дополнительные бюджетные места для высших учебных заведений, 70% пойдёт в регион. И мы бы хотели в рамках этой работы, чтобы в нашем университете были выделены дополнительные бюджетные места для того, чтобы мы этот кадрный дефицит могли закрывать. Алексей Чекунков обещал рассмотреть этот вопрос и помочь в его решении. Что же касается итогов визита на предприятие, министр заверил, что заводу будет оказываться всевозможная помощь и поддержка. Батар Ломбаев, Алексей Ромашов. Новости дня.